Там что, замкнуло что-ли что-то или что? Опять будет отключение? Шквал звонков в единую диспетчерскую службу. В Боровске в вечернее время без электричества остались тысячи жителей. У нас произошло отключение на подстанции 11, попало 20 многоэтажных и 30 домов частного сектора. В принципе, работы были проведены в срок. Авария была устранена в 22.10. Но в последующем пришлось отключить еще раз данные подстанции. И данные жилые дома снова попали под отключение для проведения ремонтных работ на смежных линиях. С подобной проблемой обращались и жители Красного. Но и там авария была устранена в срок. Чего не скажешь о непростой дорожной ситуации в Соликамске. Из-за дождя и активного таяния снега на ряде участков образовались большие лужи. В некоторых районах город напоминает Венецию. Беда не обошла стороной жителей дома номер 157 по улице Калийная. Водители в буквальном смысле оказались в снежном плену. С крыши типографии по Соликамскому шоссе 15 сошла огромная снежная глыба. Возможно, собственник здания не принял меры. В свое время на очистке крыши вот и привело в конце концов к такому итогу. Ну а второй вопрос. Выяснить нужно действительно, кто должен этот снег убрать с этого участка дороги. Нету подъезда ни 157, нету подъезда ни улицы Соликамской шоссе, нету подъезда. Просто беда второй день вот. Ну сказали, ждите, что-то сделаем. Вот второй день ждем, сидим. А вот такие кадры мы получаем от пользователей социальных сетей. По версии жителей, сотрудники одной из управляющих компаний убирали снег на крыше дома по набережной 129. В результате упал балкон. К счастью, никто из прохожих не пострадал. Сколько еще сюрпризов преподнесет погода, а в данном случае работа коммунальных служб, неизвестно. На выходные синоптики обещают минус 1, минус 2 градуса. Алексей Запутряев, Максим Перелыгин, телекомпания Соль ТВ.